Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина и сегодня у нас будет пятый отчет по игрушкам от Dimension с птичком. Я сразу прошу прощения за мой голос, голос у меня сорванного фактически нет, но я не могла не показать вам хотя бы начало. Сегодня у меня кстати по-моему 5 ноября, вы уже увидели на данный момент подготовку и два отчета, а я вышиваю пятую игрушку. И пятая игрушка это будет вот такой вот кардинал. И что у меня есть на данный момент? Вот такой вот силуэт кардинала у меня есть на данный момент. И сегодня я думаю, что я нормально над ним так поработаю, вот что от схемы, то есть фактически всю птичку я уже и вышила вот этими двумя цветами на данный момент. Здесь полукрест и крест. И сегодня я нормально так посижу над этой игрушкой и думаю, что она у меня хорошо так продвинется. Итак, я уже могу поделиться своими продвижениями по этой игрушке. У меня уже вышиты полностью все крестики и полукрестики, вышиты полностью уже крестики в рамочке. Мне осталось сделать бэкстич и украшательство, как обычно. Вот как выглядит моя схема сейчас для крестиков. Даже вот, наверное, так, но это уже не принципиально. И сейчас буду делать бэкстич и вот эти вот все линии. Посмотрим, как оно здесь будет делаться. Опять же, нужно разбираться с вот этими вот всеми линиями, что здесь нужно делать сначала, что здесь нужно делать потом. Вот эти вот выкладные нити. Видите, вот здесь прерывается эта выкладная нить из-за головы птицы. Ну, сейчас главное сделать бэкстич. Его здесь не так много. И я просто не могу поверить, что после вот этой вот игрушки у меня осталась всего одна. И их уже можно будет оформлять. Немножко, конечно, тяжело на протяжении всего года вышивать игрушки за счет того, что уже немножко поднадоедает процесс. Но я уже прям на финишной прямой. Так что давайте с вами встретимся, когда я сделаю на этой игрушке бэкстич. Еще раз всем привет! Сегодня у меня уже 2 декабря. Можно посмотреть, что у меня вышито на этой игрушке. У меня вышит полностью весь бэкстич. Единственное, чего не хватает, чтобы эта игрушка была полностью готова, это выкладных нитей. Золотых, вот здесь вот две, здесь две и вот тут вот еще одной. Что я вам могу сказать по поводу этих игрушек? Как я сказала, уже 2 декабря. И уже по идее мне бы их заканчивать и оформлять. Я за весь год, я их делаю с января прошлого года, вот так вот потихоньку, потихоньку, я уже честно подустала от этих игрушек, что этот процесс у меня на протяжении всего года. Да, я так делала несколько предыдущих лет. Я вышивала игрушки Рождественской деревни тоже на протяжении всего года. И я часто так делаю, что беру набор из нескольких игрушек и вот на протяжении года тихонько-тихонько его вышиваю. Конечно, здесь есть плюс. Плюс в том, что без каких-то титанических усилий, без того, чтобы уделять все свое время одному какому-то проекту, у тебя к концу года получается целый готовый набор. Это да, это большой плюс, безусловно. Но минус в том, что, знаете, вот есть такое слово «примелькались». Вот тебе эти игрушки уже настолько примелькались, ты уже настолько к ним привыкла, что уже приступать к ним не сильно и хочется. Поэтому я сейчас собираю силы для рывка, для того, чтобы сделать выкладные нити на этой игрушке и вышить еще одну игрушку, уже последнюю из этого набора, и все, эти игрушки уже оформлять. Собственно, про оформление. Задумалась я, как их именно оформлять. Предыдущие свои игрушки от Dimensions, это Вечная Элегантность, это та же самая Рождественская Деревня. Я их оформляла по принципу пинки, с золотистым шнурком по краю, и задник у меня был фетровый. Но почему-то в этих игрушках я не вижу фетрового задника, не хочу оттуда фетровый задник. И я решила приобрести ткань. Я хотела что-то с золотом, с глиттером, потому что другие игрушки, у нас сейчас очень темно, но другие игрушки переливаются с креником, и я подумала, что надо что-то с золотым напылением. И в наших украинских интернет-магазинах я нашла только две ткани нормальных, которые бы мне подходили. Есть ткани с глиттером на белой основе, на молочной основе, но с огромнейшими рисунками. То есть я не хотела какой-то крупный рисунок, я хотела что-то более мелкое. И в итоге нашла я две ткани. Приобрела и ту, и другую. Сейчас вам покажу. Так, первая ткань. Это вот такие вот снежинки. Конечно, она не на белой основе, она на бежевой основе. Снежинки, они с глиттером, они переливаются. Вот эти вот без глиттера, некоторые с глиттером. И ткань, которая переливается чуть побольше, это вот такая. То есть тут прям все с этим золотистым глиттером. Но тут такие какие-то листочки. В принципе, я здесь тоже такие листочки где-то встречала. Ну вот что-то как-то отдаленно, возможно, напоминает. Разве что этими острыми углами. И я сейчас не знаю. Не знаю, что мне выбрать. Снежинки как-то более в тему. Но сейчас я как-то смотрю, они вообще... Если тут хотя бы... Наверное, это все-таки будет вот эта ткань. Потому что тут... Давайте я вам чуть-чуть поближе. Так, снежинки уехали. Вот. Потому что тут хотя бы в центре этих листочков, будем их называть, есть белая. Тут у нас белого вообще нет. Тут ткань красивая, переливается, но она молочная. И мне кажется, что оно будет как-то не очень. Но оно будет перекликаться с вот этими вот рядами крестиков, скажем так. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы что-то белое было в заднике. Вот, если как-то так, мне кажется, будет лучше смотреться. И сказать, конечно, что это новогодняя ткань. Но почему нет? В конце концов, не цветочки какие-нибудь, знаете, радостные, весенние. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Когда вы видите это видео, я специально показываю его не где-то ближе к финалу, а в пятой игрушке. Скорее всего, когда вы видите это видео, я еще игрушки не оформила. Скажите, что бы делали вы. Ткань более новогодняя, но с молочной основой. Или ткань чуть менее новогодняя, но более блестящая и с белыми элементами. Потому что у нас все-таки белая канва использована. И у нас будет белая. То есть, если вот мы будем это все подворачивать. Сейчас как-нибудь. Ну, ладно, давайте подвернем один угол. Вот, смотрите. Слушайте, мне даже кажется, неплохо. Оно перекликается еще и с вот этими вот частями, с бэкстичем, с этими листочками. Может быть, неплохо. Белая канва, она в основном вот здесь вот, именно под этим бэком фигурным проступает. Вот. Скажите, что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, что неплохо. Да, вполне. Хотя я, когда заказывала, больше ориентировалась на вот эту ткань. Но мне почему-то сейчас, на удивление, больше нравится это. Так что напишите, что вы думаете по этому поводу. Я обязательно к вам прислушаюсь. И в следующем кадре вы увидите вот эту вот заваленную игрушку. Вот. Вот эту заваленную игрушку уже с выкладной нитью, с металликом. Итак, сегодня у меня уже 6 декабря. И я сделала выкладную нить, наконец-то, на этой игрушке. Все, пятая игрушка готова. Осталась только одна. Конечно, с выкладной нитью я тут тоже намучилась. Не знаю, обычно у меня с выкладной нитью никаких проблем нет. Поэтому я уже считаю тому виной какую-то усталость, в принципе, от всего этого комплекта игрушек. Потому что обычно с выкладной нитью у меня никаких проблем нет. И даже более того, она мне обычно нравится. Поэтому очень сильно надеюсь, что после стирки у меня с выкладной нитью ничего не случится. Опять же, я всегда делаю выкладную нить до стирки. И никогда у меня ничего с ней не случалось. Надеюсь, что и с этой тоже ничего не случится. Потому что... Вот, поближе. Потому что переделывать ее это можно будет просто сойти с ума. Так что надеюсь, что не нужно будет мне этим делом заниматься. И я уже собираюсь приступать к шестой игрушке. Хочу ее как-то побыстрее вышить. Потому что еще растягивать уже некуда растягивать. Вот как выглядит схема бэкстича на этой работе. Вот сколько здесь было бэкстича и выкладные нитки я уже не вычеркивала. В принципе, казалось бы, не так уже и много бэкстича. Слушайте, у нас даже выходит что-то типа солнца. Я уже даже забыла, как выглядит картинка, когда солнце есть. Потому что обычно такая тьма-тьма. А тут прям такое, я прям вижу пересвет. Здорово. Конечно, когда естественное освещение, снимать гораздо проще. Когда нормальное естественное освещение. Но что поделаешь, зима. Так что у меня готова моя пятая игрушка. Я ее сейчас отправлю к всем моим готовым, уже вышитым этим сюжетикам. Надеюсь, что за несколько дней вышью шестой. Потому что он там самый несложный. Я, наверное, специально себе самый несложный оставила. Я вспоминаю, когда я уже где-то три последних игрушки выбирала. Я специально самый несложный оставила напоследок. И будем уже с вами эти игрушки оформлять. Напишите, пожалуйста, не забудьте по поводу ткани. Что вам кажется лучше на задник. И встретимся с вами совсем скоро. Все. Спасибо всем большое за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока.